Архитектура это искусство, да? А искусство, что оно делает? Оно отражает проблемы общества. Архитектура должна эти проблемы решить. А проблемы у нас такие. У нас энергетическая проблема и ограниченность ресурсов. И вот такой архитектурой я эту проблему решаю. Два года назад этот дом не интересен просто Украине вообще никак. А как только газ стал в 8 раз дороже, все стали захотели энергоэффективность. Но вопрос, если архитекторы эти не занимаются, в один день это не происходит. Они не научатся в один день сразу проектировать такие дома, а строители не научатся строить. Поэтому кто-то должен делать это чуть-чуть раньше и заниматься это не благотворительность, но это такое пионерство, которое не знаю. Время покажет, что из этого получится. Пока сложно сказать, насколько это будет востребовано. Мне кажется, чем дороже будет тариф, тем больше будет это востребовано. Ну и чем сознание общества будет открыто вот все-таки к тем изменениям и к той философии все-таки sustainability, устойчивого развития, чтобы хоть что-то сохранилось там детям и внукам. Потому что как мы будем через 5 или 10 лет чистить планету, вот воздух, воду, почву, я не знаю, какие проблемы там надо решить. Время сегодняшней архитектуры, что мы настолько сконцентрировались на формах, которые стали формы ради самих форм. А мы забыли о сути архитектуры, что в этой архитектуре происходит. А в ней происходит очень немного вещей, но они очень важны для нас. В наших домах надо комфортно жить, удобно трудиться и там, не знаю, с удовольствием отдыхать. Очень мало таких сфер, где архитектор должен подумать об этой сути. Я постоянно рисовал домик, считал его, делал корректировки, опять считал. И так вот бесконечности пока действительно не родился вот этот вот Optima House. То есть оптимальные решения в области комфорта проживания, энергоэффективности и воздействия на окружающую среду. Мы показываем просто пример, который вы можете трогать, обсуждать, задавать вопросы. То есть не на словах, бла-бла-бла, у нас будет круто, тепло, энергоэффективно, а конкретно. И да, мы настроены на продажу. То есть команда, которая реализует этот проект, она настроена на продажу. Время покажет, насколько будут они эффективны. Пока сегодня все-таки руководствуется общество ценой, потому что действительно достаток очень невысокий. И обосновать, что этот дом стоит этих денег, достаточно сложно, потому что все равно цена, ну не у всех эти деньги есть. Вот. Но мы нацелимся на то, что у кого эти деньги есть, должны покупать именно такие дома, а не с лепниной и башенкой. Простая форма, наверное, отвечает потребностям всего общества, потому что у нас и так настолько сложная и динамичная жизнь, что вот эта вот простота, наверное, она наиболее востребованная. Потому что нам нужен тот простой комфорт, чтобы мы не парились, там, наше сознание не как бы не насыщалось избыточностью каких-то элементов и не загрязнялось. Что другие проблемы надо решать. Надо заниматься своей жизнью, а не вот домами, годами их строить, думать, как мы впечатлим соседей свое эго, как там реализуется эго-архитектор во всем. Это какой-то бред вообще. Есть такие более существенные проблемы, которые надо просто решить. Я считаю, что такие дома – это решение проблем. Редактор субтитров А.Семкин Вот мой дедушка, да, он занимался вот металлургией, да, он решал свою проблему своего поколения. Вот восстановить, ну, вот страну после войны, да, то есть производство наладить, чтобы там сталь, металл. Но все эти фабрики надули в атмосферу столько веществ, что я сегодня его внук должен решать эту проблему с помощью архитектуры, чтобы мои дома потребляли меньше, потому что там и так уже всего много. Ну, такой вот проблему. Потому что я еще сам не знаю, какие я проблемы создам по следующему поколению своим детям. Ну, стараюсь как бы минимально тем, что я занимаюсь, минимально, чтобы дискомфорта им было. Субтитры создавал DimaTorzok